Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и скрытом смысле в детском мультфильме Куми Куми. Российский анимационный мультфильм Куми Куми выходит на главных детских каналах страны, начиная с 2012 года. В нем рассказывается о представителях трех племен, живущих в сказочной вселенной, которые дружат друг с другом и постоянно попадают в разные приключения. Мультсериал разрабатывался при поддержке правительства Москвы и фонда кино. При этом в каждой его серии содержится всевозможная неприкрытая символика, а некоторые из них полностью посвящены обществу иллюминатов. Для примера рассмотрим одну из самых символичных серий мультфильма под названием «Третий глаз». Перед началом мультика появляется дисклеймер, на котором говорится, что он создан при поддержке фонда кино. То есть, можно смело делать выводы о том, какого рода контент поддерживает эта организация. Начнем с того, что сами по себе персонажи мультфильма очень странные. Они не похожи ни на людей, ни на животных. Говорят они тоже на тарабарском языке, так, что ни одного слова разобрать невозможно. По мнению многих психологов, присутствие подобных героев в мультфильмах наносит вред детской психике. Во-первых, тормозится речевое развитие малышей, которые вместо привычной речи слышат невнятный набор звуков. Во-вторых, нереальные изображения персонажей и неправильные пропорции тела ломают понятие ребенка о том, как должен выглядеть нормальный человек. Что касается символики, начинается она с заставки к мультфильму, которая к каждой серии одна и та же. На первых секундах появляется карта мира Куми-Куми, где разными цветами обозначены места обитания различных племен. Значки каждого племени явно напоминают педофильскую символику. Иногда спирали действительно не имеют никакого отношения к иллюминатам. Однако, когда эти знаки используются на детских товарах или присутствуют в контенте, предназначенном для детей, случайность уже маловероятна. Кроме того, каждая из трех спиралей напоминает шестерки, таким образом, в картинке кроется еще и число зверя. Характерные спирали присутствуют практически во всех кадрах заставки. Особенно хорошо их можно в самом конце, когда главный герой выстраивается на радуге под искусственным солнцем. Во время заставки зрителям показывают и представляют главных героев мультика. Когда на экране появляется Джуга, помимо спиралей на заднем фоне, мы можем увидеть несколько перевернутых звезд, пентаграмм. При представлении Джуси акцент делается на пирамидах, внутри которых символично изображен глаз. Последний герой по имени Шумодан появляется на фоне перевернутой звезды в круге, который также может символизировать колесо сансары. Теперь перейдем к разбору конкретной серии. Начинается она с того, что главные герои мультфильма играют на полянке. Затем они видят, как представитель цивилизации Джуми Куми с безумными глазами несет куда-то своего связанного сородича. Затем он открывает люк и прыгает под землю. Джуга случайно проваливается за ними и попадает в странное мрачное место. Он видит пирамиду, на вершине которой стоит трон с изображением главного символа иллюминатов Всевидящего Ока. По обеим сторонам от трона находятся светильники в форме черепов. На нем восседает странное существо с рогами, похожее на инопланетянина. Желто-черный наряд, напоминающий расцветку пчелы, намекает на так называемую королеву Роя. На ее голове находится корона, в центре которой расположен глаз. В руках существа находится банка с непонятным фиолетовым содержимым и надписью «Джем». Возможно, что так символически изобразили вещество из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Представитель цивилизации Джуми Куми ставит перед троном связанного соплеменника, а королева пронзает его лучами из своего глаза. В этот же момент он словно превращается в зомби. Королева приказывает им вращать колесо, и они покорно следуют выполнять его. Этот момент символично отображает процесс вступления в общество иллюминатов. Те, кто попал под их влияние, уже не принадлежат себе и делают лишь то, что им велят. Далее мы видим странную установку по производству того самого джема, который ела королева. Запечатывает банки пресс с изображением всевидящего ока, что опять-таки отсылает к иллюминатам и дает все основания предположить, что производится здесь то самое вещество. Спирали на глазах тех, кто работает над его изготовлением, говорят сами за себя. Еще более символичен тот факт, что производится оно в подземелье. На крышках с джемом мы видим изображение глаза и надпись сделана в тунбокс. Это название российской анимационной студии, которая занималась созданием мультика. Собственно, на этом моменте и показано, на кого работает данная студия. Далее в мультике показывается, как с королевы случайно слетает корона с глазом и попадает к джуге. В этот же момент гипноз, под которым находились два человечка на конвейере, пропадает, и к ним возвращается сознание. Все они выбираются из-под земли наружу. Королева хочет вернуть свой глаз. В это время ничего не подозревающий джуга берет глаз в руки, а тот самостоятельно забирается ему на голову и вживляется в нее. После этого джуга резко меняется. Им овладевает зло. Таким образом в мультике показано, как темные силы захватывают власть над сознанием людей и заставляют их делать то, чего раньше они бы ни за что не сделали. А произошло все это потому, что джуга проявил интерес к глазу, оказавшемуся в его руках. То есть, изначально человек сам подпускает зло, не зная, чем это в итоге закончится. Далее в мультфильме показано, как джуга превращает своего друга в зомбированного раба, а затем строит воздушный замок. В это время королева сама пытается сделать джем, но у нее ничего не получается. Тогда она решает во что бы то ни стало вернуть глаз. Джуга приглашает в замок Джуси. Когда она проходит в зал, мы видим, что над столиком изображен огромный глаз. Чтобы развлечь подружку, джуга пускает пузыри различных форм. Первым из трубки вылетает зайчик, как намек на вещество из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Затем среди различных фигурок мы видим глаз и Микки Мауса, что также является частью символики иллюминатов. Затем аппарат начинает барахлить. Джуга идет в уборную, где все просто напичкана символикой. Мы видим глаз на смывном бачке, на плакате, висящем на стене, на лбу у Моны Лизы, на книжке, лежащей на столике. Туалетная бумага при этом выставлена в форме пирамиды. В этом кадре все символы показаны настолько явно, насколько это возможно. Джуга прыгает в канализацию, где находится выбившийся из сил шумодан, ведь именно он надувал все это время пузыри. Разъяренный Джуга пускает в своего друга молнией. Это замечает Джуси. В это время в замке появляется королева, которая объясняет Джуси, что произошло с ее другом. На плакате мы наглядно видим, что человек, имеющий дело с обществом иллюминатов, превращается в настоящего демона. Джуси, узнав, что все дело в глазе, срывает его с головы Джуги. Тот час он сам и его друг шумодан становятся нормальными. Но радуются друзья недолго, ведь королева хватает глаз и тут же зомбирует их. Джуги успевает отклониться от ее лучей. В конце ему удается сбить глаз с головы королевы. Заканчивается мультфильм более чем символично. Спавшиеся друзья просто уходят, и им нет дела до того, что станет с глазом дальше. Этим моментом подчеркивается эгоизм современных людей, которых не интересует ничего, кроме собственного благополучия. Глаз, слетевший с королевы, случайно падает на голову к одному из динозавров, жующих листья, и завладевает им. Последний кадр, злобная морда динозавра. Таким образом, нам намекают на рептилий, у которых с этого момента находится глаз. А значит, именно они являются хозяевами общества иллюминатов. Таким образом, в мультфильме в огромном количестве собраны все известные знаки и символы иллюминатов. А его сюжет напрямую говорит о том, как все устроено в нем изнутри. Интересно, что именно эта серия получила главный приз от newsground.com и была названа редакцией сайта лучшим мультфильмом 2013 года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.